Связь поколений. Именно так называется новая экспозиция, разместившаяся на стендах в Видновском сквере «Юность». Это уже вторая выставка в этом году, посвященная Московскому коксогазовому заводу. Конкретно на этой выставке мы хотели акцентировать внимание на то, что завод – это не просто место работы, это семья, это жизнь, где трудятся, начиная от начала жизни до конца жизни, и сыновья, и внуки, и деды, все-все-все. Историко-культурный центр готовил экспозицию совместно с сотрудниками МКГЗ. Я по редакционным архивам поискала в каких-то газетных подшивках, ну и, конечно, пошла по заводу искать представителей этих династий, чтобы их сподвигнуть, посмотреть в семейных архивах. На коллажах можно увидеть целые династии работников Москокса и краткую справку обо всех членах семьи. У каждой своя удивительная история. Вот Гальцевы. Они приехали сюда, видное, как бы сказать, до войны, на начало строительства завода. Началась война, он уходит со строительным батальоном на фронт. После этого возвращается на завод, продолжает работать. На заводе работают его дети – Юлия и Наталья. А, к примеру, общий стаж работы на заводе династии Беловых-Федуловых, состоящей из 20 человек, составляет около 300 лет. Что касается самой большой семьи, то вот Злобины, можно их назвать, то есть там было у них изначально 5 братьев, которые постепенно перебазировались на наш завод. И там братья, родственники этих братьев многочисленные по женской линии, по мужской линии, там даже в связях очень сложно было разобраться. Кстати, краевед и сотрудник историко-культурного центра Владимир Меньшов когда-то сам работал на Москоксе. Когда после школьной скамьи пришел на это производство, я впервые увидел, что такое техника по-настоящему. Я увидел эти машины большие, большие компрессора, колонны синтеза. Конечно, это все завлекало, тем более нас, мальчишек. На выставке представлены фотографии 32 династий, работавших и продолжающих работать на московском коксогазовом заводе. Но на самом деле их гораздо больше, а значит, впереди нас ждут новые экспозиции. А пока с выставкой «Связь поколений» можно ознакомиться до конца августа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИННТВ.